Совсем скоро стартует сезон летних отпусков. На море, в горы, по путевке или дикарем. Этими вопросами сегодня начинают задаваться уже многие. Так как же провести отпуск максимально интересно, комфортно, а главное безопасно? Мы поговорим сегодня об этом с нашим гостем. У нас в студии человек, который знает толк в отдыхе, владелец туристического агентства «Красный город» Юрий Тюлюбаев. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько лет вы уже в туристическом бизнесе? Наша компания была создана в 2005 году и с тех пор успешно действует у нас в округе. 10 лет это достаточно большой срок. То есть вы можете уже такие тенденции обозначить. Куда же любят ездить жители нашего округа? Все-таки какой отдых предпочитают? Ну если говорить о большинстве жителей, то, естественно, большая часть предпочитает пляжный отдых. Почему? Это вызвано естественными причинами. Всем нам не хватает солнца, особенно в зимний период. И когда у людей выдается отпуск или свободное время, они желают посетить именно море. А пляжный отдых это все-таки отдых в России или за границей? Ну, к сожалению, наша Российская Федерация в сезоне пляжного отдыха достаточно ограничена, потому что единственный пляжный курорт, который достаточно активно используется с россиянами, это Черноморское побережье. И вы сами понимаете, что поехать туда можно только в летний период. А в остальную часть года люди, конечно, предпочитают поехать в более теплые страны. А как-то вы заметили спад в связи с экономической ситуацией, в связи с тем, что сейчас Египет для нас закрыт, Турция тоже как-то спад желающих поехать за границу? Ну, конечно, мы у себя в компании всегда проводим определенную аналитику, собираем статистику по своим клиентам. И можно сказать, что, конечно, за последние несколько лет тенденции в предпочтениях наших земляков, они существенно изменились. Но это вызвано, прежде всего, и экономическими причинами, которые связаны с некоторым замедлением развития экономики у нас и со снижением уровня жизни в частности, а также с политическими причинами. Ну, это также известно все из средств массовой информации. Поэтому можно сказать, что те страны, куда ездили люди два года назад и куда они ездят сейчас, несколько отличаются. Ну, к примеру, могу сказать, вот по статистике первого квартала предыдущего года, то у нас на первом месте был Египет, причем туда путевки покупали более 40% всех наших туристов. То есть это было одно из самых популярных направлений. Сейчас, вы знаете, поездки туда прекращены, и, соответственно, это направление полностью выпало из предпочтений россиян. Также одним из популярных направлений была Турция. Туда у нас ездило в зимний период порядка 80% всех отдыхающих. Сейчас это направление также закрыто. Но, с другой стороны, зато теперь стали больше путешествовать по России. Например, по текущему кварталу 2016 года можно сказать, что порядка 40-50% всех путев, которые мы продаем, они как раз приходятся на Российскую Федерацию. То есть путешествовать внутри страны – это не пляжный отдых, это, наверное, посещают какие-то интересные города? Нет, это именно пляжный отдых. Ну, есть, конечно, экскурсионные туры, но большая часть людей все-таки покупают именно пляжный отдых, причем они покупают его на лето. То есть это те люди, которые, как и в прежние годы, отдают предпочтение раннему бронированию и покупают уже в январе-феврале месяце путевки на летний сезон. Ну, чем это вызвано? Тут можно сказать о нескольких причинах. Во-первых, вы сами понимаете, что в этом году ожидается достаточно большой, серьезный наплыв туристов, связанный с закрытием популярных направлений. Поэтому те отели, которые популярны у россиян, те, которые пользуются спросом по сочетанию цена-качество, они, естественно, будут достаточно быстро выкупаться, бронироваться номера. Поэтому те люди, которые уже точно знают свои сроки отпуска, они хотят снести риск того, что мест не будет, и покупают путевки заранее. А все-таки есть какая-то альтернатива Турции и Египту? Это, отмечим сразу, что это бюджетное направление, особенно Египет. Да, конечно, Египет прежде всего пользовался спросом из-за своей цены. То есть путевки туда стоили недорого, во-вторых, перелет был не такой далекий, всего лишь около 4 часов. Плюс это достаточно красивое, теплое Красное море, которое очень было популярно у наших земляков. Альтернативу из зарубежных направлений подобрать ему достаточно сложно. То есть есть, конечно, люди, которые сейчас у нас покупают путевки в Арабские Эмираты, в Таиланд, в Индию, на Шри-Ланку. Но это уже подорожно. Да, но это, во-первых, более дальний перелет, что не очень любят семьи, особенно с детьми. Во-вторых, это совершенно другие уже ценовые условия. Ну и во многих из этих стран достаточно редкое явление, это все включено, которое также нравилось нашим землякам. А что Россия может предложить нашему туристу? Вот вы заговорили обо всем включено. Могут ли российские курорты похвастаться такой услугой? Ну вот, что касается того, что может предложить, конечно, сейчас наши власти стараются сделать все возможное. Совместно с туроператорами, совместно с гостиничным бизнесом, чтобы заполнить эту освободившуюся нишу и предоставить максимально возможную перечень услуг нашим гражданам. Это, прежде всего, нацелено на удешевление перевозки. Вы знаете, что сейчас принято решение на уровне правительства о субсидировании перевозки из 24 российских городов в Краснодарский край и Крым. Для того, чтобы сделать авиаперелет туда более дешевым. Многое делается в плане транспортной доступности по земле. То есть запускаются новые ЖД-составы, курсирует, хорошо функционирует Керченская переправа. Сейчас это одно из основных направлений работы правительства. Также многое делается для того, чтобы те отели, которые работают на нашем Черноморском юге, они были соответствующего качества. Вы знаете, что, опять же, по законодательству Российской Федерации к 1 июля все объекты, которые функционируют в Краснодарском крае, они обязаны пройти классификацию и должны быть присвоены звезды. Причем я сейчас только что был в Краснодарском крае, могу сказать, что работа там идет очень жесткая. Регулярно проводятся инспекции, и те отели, которые не соответствуют, либо не прошли классификацию, они закрываются, им выдаются предписания и штрафы. Поэтому работа ведется большая, это можно отметить. Ну и, естественно, туроператоры со своей стороны стараются придумать новые туристические продукты, которые бы включали в себя полный пакет. Это перелет, проживание, трансфер, то есть встреча в аэропорту и отвоз обратно, медицинскую страховку дополнительную. А в некоторых отелях, с которыми у них заключены контракты, они договариваются о таких новых услугах, как анимация, питание, все включено. То есть, в принципе, работа проводится большая, я думаю, наши земляки ее оценят, когда смогут побывать на Черноморском побережье в этом году. А вот интересно, почему такая работа не проводилась ранее? Это вот сейчас нынешние условия подтолкнули к тому, что активизировались российские туроператоры? Да, конечно. С одной стороны, это, наверное, было всегда, то есть, постоянно работа велась какая-то, но она делалась в более медленном темпе. А поскольку сейчас нас жизнь вынуждает уже готовиться как можно быстрее к этому, то сейчас эта работа гораздо ускорилась. Работа идет, и все-таки что будет не хватать российскому туристу на российских курортах? Ну, мне сложно сказать однозначно, потому что как курорты у нас совершенно разные, так и уровни отдыха в различных объектах размещения, они тоже разные. Я думаю, что, конечно, любой турист ищет золотое сочетание цена-качество, то есть он готовится к тому, что за определенную сумму денег он определенный уровень услуг получит. Вот когда эти ожидания не совпадают, тогда, конечно, люди разочарованы отдыхом, тогда они начинают писать негативные отзывы и, в принципе, не хотят ехать повторно туда. Но для этого как раз и существует наша работа, для того, чтобы мы могли посоветовать, проконсультировать людей, подсказать, какие могут быть плюсы, минусы или нюансы на каждом из курортов, какие могут быть предпочтения среди санаториев, отельной базы. И таким образом сориентировать туриста так, чтобы он ехал уже готовым к тому, что его ждет. Кстати, вы заговорили о советах. Действительно ли в России есть куда поехать? Допустим, это семейный отдых, отдых с детьми, допустим, более какие-то молодежные отели, курорты. В России есть такая градация? Ну, конечно, естественно, в каждом из курортов, кроме отельной базы, развивается еще и достаточно широко курортная инфраструктура. То есть вот я, например, сейчас посетил один из городов, это Геленджик, где я был последний раз около 30 лет назад. И могу сказать, что город, естественно, изменился невообразимо, в лучшую сторону. Там очень широко на сегодняшний момент представлена абсолютно вся необходимая курортная инфраструктура, начиная с океанариумов, дельфинариев, парки развлечений, всевозможные аттракционы, аквапарки. Также существуют и ночные клубы для молодежи, очень широкая сеть объектов питания, причем различного уровня, от эконом-столовых до хороших дорогих ресторанов. То есть, в принципе, каждый из людей, которые едут на такие курорты, они смогут найти что-то для себя и подобрать отдых нужного им уровня. Вы были только в Геленджике или где-то еще? Нет, мне в этот раз удалось проехаться по побережью от Адлера до Геленджика. Я побывал на 8 курортах, на некоторых более крупных, как вот Геленджик, на мелких курортах, например, Кабардинка, Дивноморская, Лазаревская, Хоста, Туапсе. Уровень у них немножко разный. Конечно, где-то инфраструктура более развитая, где-то менее. Но опять же, кому-то нужен более спокойный отдых, кому-то нужно больше веселья. И поэтому я думаю, что тут тоже люди будут отдавать предпочтение всем курортам. А вот вы съездили, вам эта поездка как-то поможет сориентировать людей, которые сейчас будут бронировать? Ну, конечно, мы всегда стараемся, прежде всего, самостоятельно посмотреть те места, куда мы отправляем людей. И ездим по таким курортам ежегодно. Например, в прошлом году мы очень плотно ознакомились с Абхазией. Это, кстати, тоже одно из направлений, которое очень популярно у наших россиян и в прошлом году, и в этом. В прошлом году также посещали Сочи. И в этом году я сейчас проехался по побережью и посмотрел те курорты, которые еще не видел до этого, для того, чтобы, во-первых, понять, какие у них могут быть минусы, куда совершенно не стоит предлагать те объекты, которые еще не готовы к приему туристов, а также те объекты, куда мы уже отправляем, для того, чтобы понять для себя, какие у них могут быть плюсы. Юрий Владимирович, как Вы считаете, подорожает ли летний отдых в этом году в России? Потому что уже многие говорят о том, что, допустим, Крым подорожает на 30%, потому что поток туристов увеличится, и, естественно, что произойдет рост цен. Как Вы считаете, это сбудется? Ну, сейчас трудно говорить, потому что на многие из объектов действительно цены еще не сформированы, и ожидается, что это будет где-то сделано в марте месяце. С одной стороны, ательеры и владельцы гостиниц, они тоже обеспокоены высоким спросом и не хотят продешевить. С другой стороны, наше правительство и органы власти стараются сделать этот отдых доступным. Но я думаю, что будет какое-то найдено все равно сочетание золотой середины, которое позволит людям покупать путевки на эти курорты. Но подорожание, естественно, оно в любом случае должно быть по сравнению с прошлым годом, потому что хотя бы даже на уровень инфляции, я думаю, 10-15% цены поднимутся. Сейчас вот какая тенденция? Бронируют столько же, сколько в прошлом году, или все-таки уже меньше? Нет, я могу сказать, что, конечно, спрос в целом покупательский, он существенно снизился. Но в то же время надо отметить, что если ранее у нас люди России интересовались меньше, то сейчас спрос на российские курорты вырос. Соответственно, мы, в принципе, достаточно хорошо продаем их. И в этом также помогает то, что здесь отсутствуют риски валютных колебаний. Вы понимаете, что отдых в России от курса евро или доллара не зависит. То есть люди покупают спокойно летний отдых, потому что они знают, что с рублем по отношению к самому себе ничего не произойдет. Бытует такое мнение, что иногда в России отдохнуть дороже, чем за границей. Вот так ли это? Есть ли такие направления в России, которые действительно дороже стоимости, чем за границей? Ну, сравнивать направления, я думаю, что это достаточно сложно. Тут очень много составляющих, от которых зависит цена. Но, естественно, я думаю, что есть направления, которые традиционно недорогие, прежде всего за счет массовости. Это вот та же Турция с Египтом. Они потому и были очень популярны, что цена на них позволяла отдыхать там практически любому человеку. Что касается российских курортов, то на них присутствует различный уровень как сервиса, так и цен. То есть если человек ограничен в средствах, он, в принципе, может добраться до того же Краснодарского края либо ЖД транспортом, либо вообще на машине и найти какой-то объект частного сектора, где за совсем небольшие деньги может отдыхать точно так же, как и другие на море. Если у человека бюджет менее ограничен, он может полететь самолетом, выбрать пятизвездный отель, которых в нашем побережье тоже, кстати, сейчас стало много. Только в Сочи уже порядка 20 пятизвездных отелей. И, пожалуйста, отдыхать точно так же, если его средства позволяют. А если говорить не о пляжном отдыхе, а о каком-то активном, допустим, тот же Байкал или какие-то другие места красивые, интересные, вот там вот они готовы к наплыву туристов? Есть инфраструктура? Да, вы знаете, конечно, активный отдых, он тоже становится более популярным. Причем мы это и на себе ощущаем, потому что мы продаем туры в наш регион, чумовые выходные, которые, в принципе, уже пользуются популярностью, и люди сюда едут. К моему большому удивлению, достаточно популярны эти туры. Вот буквально, наверное, недели три назад я побывал также на всероссийской выставке импортозамещения в Санкт-Петербурге, где говорили о импортозамещении в туризме. И министр туризма Карелии, например, выступая, говорил о том, что они в новогодние праздники столкнулись даже с тем, что у них не хватало объектов размещения. То есть спрос был настолько велик, что инфраструктура оказалась не готова. Естественно, с этим надо работать, сюда надо вкладывать деньги, пытаться развивать это, поскольку раз есть спрос, то под него должно появляться предложение. Если уж Карелия оказалась не готова со своей инфраструктурой, а что говорить о нашем регионе? Ну, наш регион традиционно, он всегда был все-таки, прежде всего, нефтедобывающим. Туризм, как таковой, здесь особо никем не пытался, не развивался. Сейчас эта ситуация постепенно меняется. Но, опять же, я всегда говорил и говорю о том, что Ненецкий округ — это не направление массового спроса. Это все-таки более эксклюзивный отдых для людей, которые готовы к активному передвижению. Здесь, может быть, даже и нет необходимости в постройке каких-то пятизвездных отелей. Здесь больше есть необходимость в обеспечении транспортной инфраструктурой, в обеспечении интересным туристическим продуктом. Вот этого сейчас пока не хватает. А что продается у нас в регионе? Что привлекает туристы сюда? Ну, вот я уже говорил, что мы, например, продаем туры достаточно короткие по длительности. Это чумовые выходные, которые рассчитаны на 3-4 дня. Это этнографические туры для ознакомления с культурой жизни у ненецкого народа. Также активно продаются очень туры на охоту и рыбалку. Ну и многодневные снегоходные экспедиции, которые больше интересны, конечно, молодежи. В целом, я думаю, что если описать портрет типичного такого туриста, который приезжает в ненецкий округ, в моем, так сказать, по моей статистике, это все-таки мужчина ближе к 40 годам, который очень ведет активный образ жизни, достаточно уверенно чувствует себя с точки зрения экономики, у него должен быть стабильный доход, и его интересует все новое. То есть это вот такой вот среднестатистический турист в ненецком округе. А эти туры, они круглогодичные? То есть и зимой, и летом, и весной, и осенью можно приехать? Нет, наши туры, они прежде всего, конечно, зимние. Но поскольку спрос на летние туры тоже достаточно высок, сейчас надо, конечно, будет думать и о том, что можно мы предложить клиентам, туристам летом. То есть летних туров еще пока нет? Ну, сейчас пока что они находятся в стадии разработки, потому что, я говорю, что, ну, опыта у нас по разработке каких-то новых интересных туров было немного, и плюс очень много составляющих, которые усложняют эту работу, да, это прежде всего связано с транспортом. Поэтому эта работа ведется, но пока еще не закончена. Но не к этому лету эта работа будет закончена? Ну, я надеюсь, что к этому все-таки, конечно. А, к этому все-таки. То есть уже этим летом к нам могут приехать туристы? Ну, я надеюсь, что да, потому что иначе наша деятельность будет слишком сезонной, и это, естественно, будет сказываться на экономике. А чем вы выходные в Арктике? Это первый такой тур, когда в Ненецкий округ приехали туристы зимой именно, да? Или уже были подобные? Нет, конечно, туристы сюда приезжали всегда. Да, и приезжали самотуристы, очень много людей, которые независимо от туристических компаний сюда едут, и на машинах, и на снегоходах, и всяко-разно добираются до округа. Но вот именно такой тур, который бы включал в себя пакетное предложение с полным сервисом, от аэропорта до аэропорта, я думаю, что это одно из первых предложений. Отзывы какие? Отзывы. Мы, опять же, обязательно проводим анкетирование всех клиентов перед их вылетом из Наринмара. Отзывы очень положительные. Все люди практически отмечают, что их ожидания, они были превзойдены, то есть люди не ожидали, что здесь будет такое, что они увидят. Уровень обслуживания клиентов мы стараемся держать на высокой планке, поэтому я думаю, что пока у нас только положительные отзывы. А сколько дней длится этот тур? От трех до четырех дней. А это достаточное время, чтобы увидеть, все понять? По отзывам клиентов, конечно, они говорят о том, что это слишком быстро, и им бы хотелось более долгий тур, поэтому вот мы сейчас его на один день уже увеличили, и надеюсь, что сейчас будут ожидания людей оправданы. То есть совершенствовать их к следующему, к следующему году? Конечно. Надо все время развиваться и стараться делать так, как нужно клиенту. То есть это основное правило бизнеса. Какие прогнозы все-таки о туризме в нашем регионе? Он будет развиваться? У него есть будущее? Ну, если говорить, во-первых, о выездном туризме, то вот мы на своей страничке ВКонтакте проводили анкетирование, где в январе задавали вопрос жителям округа о том, где они планируют провести лето, вы знаете, 30% пока еще не определилось совсем, то есть они еще не знают и, видимо, будут ждать развития ситуации с экономикой, с политикой, и в зависимости от этого уже решать свой летний отдых. Что касается процентов 25, это жители округа, которые хотят отдыхать именно на Черноморском побережье, то есть либо Крым, либо Краснодарский край. Еще 12% они говорят о том, что не поедут вовсе никуда, останутся дома, к сожалению. Ну и еще процентов, наверное, около 15% это те люди, которые поедут по России, но уже не на море, а просто, видимо, к родственникам, друзьям, какие-то другие регионы. Так, я прослушала, а процент тех, кто едет за границей, есть? Да, конечно, есть и такой процент. Вот мы, опять же, прогнозируем то, что будет рост прежде всего спроса на тех странах, которые более лояльны к нашей стране с точки зрения визового оформления, с точки зрения политики. Ну, это три страны, которые можно отметить. Во-первых, Болгария, которая обещает в этом году снизить стоимость визы и упрощенный достаточно порядок для оформления этой визы, нет необходимости куда-то выезжать. Второе государство — это Кипр, который тоже традиционно любит россиян, и для оформления визы туда ничего не требуется. Это электронное разрешение, которое оформляется без выезда из Наринмара. И, кроме того, еще Черногория. Это безвизовое направление для россиян, где можно до 30 дней пребывать без визы. Вот эти три страны, я думаю, станут самыми популярными, и желающие туда поехать уже есть. Ну, а что касается стран Шенгенского соглашения, то тут все сложнее, потому что с сентября прошлого года они ввели новую процедуру оформления виз. Это административная мера, которая, в принципе, вводится ими по всем различным странам. И сейчас, конечно, оформить визу в страны Шенгена стало достаточно сложно, потому что для этого требуется выезд в визовый центр либо в консульство в крупный город для сдачи отпечатков пальцев. Это так называемая процедура доктелоскопии, которая будет делаться один раз в пять лет. Конечно, людей это ограничивает, потому что не все смогут себе позволить, например, просто так скататься до Москвы или до Санкт-Петербурга для того, чтобы сдать отпечатки пальцев. А если семья состоит из нескольких человек, то тогда расходы увеличиваются в разы. Естественно, это могут, наверное, позволить только те люди, которые едут, например, в какую-то командировку, заранее спланируют свою поездку и таким образом этих расходов избегут. Юрий Владимирович, а оформить визу, учитывая все эти новые условия, порядки, это нужен паспорт нового образца или паспорт старого образца тоже будет работать? Нет. Сам тип паспорта никак не влияет на оформление. Оформить шенгенскую визу можно и по паспорту старого образца. Кстати, от процедуры сдачи отпечатков пальцев освобождены дети. По-моему, до 12 лет. То есть вот им не надо будет ехать на сдачу отпечатков пальцев. Все остальные люди должны будут лично посетить либо визовый центр, либо консульство той страны, в которую они намерены поехать. Но в этом году у нас уже, в принципе, Европу спрашивают и покупают. То есть процентов, наверное, 10 тех путевок, которые мы продали за январь-февраль месяц, они как раз были проданы в страны Европы. Поскольку там тоже есть традиционные страны, которые популярны у россиян. Но это, прежде всего, Греция та же, Испания, Италия. Это очень популярные страны именно в летний период. Каким образом работает эта схема? Люди покупают путевку, но едут и оформляют визу на большую землю? Ну, если люди покупают путевку, например, у нас в турагентстве, то мы сами помогаем им со сбором всех необходимых документов, консультируем по порядку оформления, сами назначаем в консульстве или в визовом центре определенное время, в котором им удобно появиться там для сдачи отпечатков пальцев. И потом, конечно, люди едут непосредственно туда. Это может быть либо Санкт-Петербург, либо Москва, либо, может быть, даже Архангельск. Некоторые визовые центры есть там. И после сдачи отпечатков пальцев в течение двух рабочих недель должна выйти виза, паспорт с визой. Две недели ждать нужно. Ну, по факту, конечно, этот срок, он гораздо короче. То есть некоторые государства оформляют визы буквально за 3-4 рабочих дня, но по официальный срок это 10 рабочих дней. Юрий Владимирович, а есть какие-то прогнозы в этом году? Все-таки на сколько процентов туристический поток в России увеличится? Имеется в виду поток россиян внутри России? Поток россиян, которые хотят посетить российские курорты. Ну, я думаю, что он увеличится значительно. Но это связано, вот, касательно нашего региона даже, это связано со многими причинами. Прежде всего, вы знаете, что изменился порядок оплаты льготного проезда, да, то есть сейчас людям выгоднее путешествовать внутри страны, чем за границу в какое-то дальнее государство. Во-вторых, с экономическими причинами, поскольку курс валют, он существенно вырос, и многим из наших сограждан уже стало не по карману приобретать зарубежные путевки. Ну и кроме того, это те меры, о которых я говорил, которые предпринимает правительство и органы власти для того, чтобы сделать наши курорты более популярными. Это субсидирование перевозок, это развитие инфраструктуры, и многое вкладывается в средства массовой информации для популяризации наших объектов размещения. Я думаю, что это также даст свой эффект. Юрий Владимирович, спасибо за интересную беседу. Я напомню, сегодня мы говорили о летнем отдыхе. Это было актуальное интервью. Увидимся.